Отечество мое здесь в России. Вышинский выступил в Софеде. Дело Кирилла Вышинского Отечество мое здесь в России. Вышинский выступил в Софеде 14.45.25 сентября 2019 года. Обновлено 15.12.25 сентября 2019 года. Москва, 25.7 РИА Новости. Освобожденный из-под стражи руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступил в Совете Федерации. В своей речи он рассказал об особом отношении к России. Моих коллег убивают. Журналист представил доклад положения со свободой слова на Украине и борьба за права журналистов, личный опыт. Вышинский отметил, что в период президентства Петра Порошенко на Украине стало практически невозможно честно и профессионально делать свою работу. 9 сентября, 11.10 Дело Кирилла Вышинского. Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно покаяться. Журналистов не только сажали в тюрьмы. В вынужденной эмиграции оказались мои коллеги. Гонения на редакции, обыски, лишения лицензий, навещания – «Все это стало обыденными реалиями в течение пяти лет. Но самое страшное – моих коллег на Украине убивают и за это никто не отвечает», – заявил он. Обвинение против меня – ложь. Также руководитель РИА Новости Украины рассказал о своем опыте работы в стране. «В нашей редакции мы всегда боролись за стопроцентную достоверность. За четыре года РИА Новости Украины к нам не было предъявлено ни одной претензии. С точки зрения СБУ и властей мы работали честно, объективно, без нарушения этики и профессиональных стандартов», – напомнил он. Вышинский подчеркнул, что обвинения Кева против него являются ложными, так как деструктивную антиукраинскую деятельность не заметить было бы нельзя. 7 сентября, 15.41 – дело Кирилла Вышинского. Вышинский за время нахождения под стражей похудел на 10 килограммов. «Дело началось меньше, чем за год до президентских выборов и использовалось бывшим президентом Украины в рамках его избирательной кампании», – сказал журналист. «Отечество мое здесь в России». Кроме того, имеющий как российское, так и украинское гражданство Вышинский напомнил, что единственной вступившейся за него стороной стала Россия. «Отечество мое здесь. И Отечество – это единственная страна, которая первой встала на мою защиту, которая как отец защитила меня от той несправедливости, которая со мной творилась», – заключил он. «Дело Кирилла Вышинского». Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и Гасизмени. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. 7 сентября. 15.21 «Освобождение задержанных россиян и украинцев». Хороший шаг. Кого вернули друг другу Москва и Киев? Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией. Он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий. Суд восемь раз продлевал ему меру пересечения в виде содержания под стражей. 28 августа Вышинского освободили, 7 сентября он прилетел в Москву в рамках выдачи России и Украины заключенных по схеме 35 на 35. По словам Вышинского, он намерен участвовать в судебном процессе. «Это возможно в режиме видеоконференции и не противоречит законодательствам России и Украины», заявляла украинский омбудсмен Людмила Денисова. Спасибо, что ждали, возвращение Кирилла Вышинского в МИО «Россия сегодня». РИА Новости, Владимир Песня. Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИО «Россия сегодня». Один из одиннадцати Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре МИО «Россия сегодня». РИА Новости РИА Новости 5 из 11 Генеральный директор МИА «Россия» сегодня Дмитрий Киселев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского. РИА Новости Виталий Беллаусов РИА Новости Владимир Трифилов Теперь он, коллектив агентства, в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было, отметил Дмитрий Киселев. 6 из 11 Теперь он, коллектив агентства, в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было, отметил Дмитрий Киселев. РИА Новости Владимир Трифилов РИА Новости Виталий Беллаусов Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». 7 из 11 коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». РИА Новости Виталий Беллаусов РИА Новости Илья Питалев Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку. 8 из 11 Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку. РИА Новости Илья Питалев РИА Новости Илья Питалев Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии. готов продолжить работу в РИА Новости Украина. 9 из 11. Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина. РИА Новости, Илья Питалев. РИА Новости, Виталий Беллаусов. Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонит, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт, сказал он. 10 из 11. Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонит, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт, сказал он. РИА Новости, Виталий Беллаусов. РИА Новости, Виталий Беллаусов. Генеральный директор МИА Россия Сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вашинский на пресс-конференции. 11 из 11. Генеральный директор МИА Россия Сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вашинский на пресс-конференции. РИА Новости, Виталий Беллаусов. 1 из 11. Кирилл Вышинский ответил на вопросы журналистов в Международном мультимедийном пресс-центре «Мия Россия» сегодня. РИА Новости, Владимир Песня. 2 из 11. Перед пресс-конференцией коллеги Вишинского по «Мия Россия» сегодня устроили для него торжественную встречу. РИА Новости, Виталий Беллаусов. 3 из 11. Кирилла Вышинского приветствовали караваем. РИА Новости, Владимир Песня. 4 из 11. Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали, отреагировал Вышинский. РИА Новости, Виталий Беллаусов. 5 из 11. Генеральный директор «Мия Россия» сегодня Дмитрий Киселеев поблагодарил коллектив за поддержку Вышинского. РИА Новости, Виталий Беллаусов. 6 из 11. Теперь он, коллектив агентства, в полном составе. Все 16 месяцев это была незаживающая рана для нас, когда Кирилла с нами не было, отметил Дмитрий Киселев. РИА Новости, Владимир Трифилов. 7 из 11. Коллеги подарили Вышинскому белую футболку с надписью «Журналист не должен сидеть в тюрьме». РИА Новости, Виталий Беллаусов. 8 из 11. Руководитель портала РИА Новости Украина пообещал носить подаренную футболку. РИА Новости, Илья Петолев. 9 из 11. Вышинский выразил благодарность всем, кто боролся за его возвращение домой, и подчеркнул, что хочет остаться в профессии и готов продолжить работу в РИА Новости Украина. РИА Новости, Илья Петолев. 10 из 11. Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонит, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, хочу заниматься журналистикой, тем более что у меня появился новый опыт, сказал он. РИА Новости, Виталий Беллаусов. 11 из 11. Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции. РИА Новости, Виталий Беллаусов. РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции. РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции. Продолжение следует...